Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Солнышко еще на востоке, поэтому пока еще это утро. Солнышко свежие, хорошие, душистые. Похоже, что будет сегодня жара, и опять будет много народу купаться на озере. И мне так нравится, когда народ в этой естественной обстановке, в жизни, в естественной, получает вот такие естественные, можно так сказать, удовольствия. И дети проводят здесь, на берегу, можно сказать, целый день. Это все радует, вот такая доступность деревенская, вот такого жития. Потому что в другом случае я вижу, что, конечно, очень много стало увлечений, в том числе у детей, которые не связаны с естественной жизнью и с естественными развлечениями, так можно сказать. Мы что сейчас говорим? А чего они сидят в компьютерах? Я все свое детство пробегал на улице, в городе, здрасте. То есть во дворе, а они теперь все в компьютерах. Ну, естественно, да, вот это так. Это одна из проблем, которые мы видим, но, по-моему, мы не до конца еще осознаем, насколько эта проблема может оказаться серьезной. Вчера случайно посмотрел, ну так, урывками фильм, можно сказать, на центральном канале. То есть это канал Матч ТВ, которым руководит Канделаки. И этот канал был центральный по показу Олимпиады. То есть в последнее время, вот лично я чаще всего включал его, чтобы посмотреть самые свежие олимпийские какие-то мероприятия и события. И поэтому, естественно, взял, решил, включил. По этому каналу фильмы обычно идут какие-то тоже про спорт. Там, например, видел фильм про мою любимую команду КамАЗ-мастер. Потому что я с ней знакомый, с Чагиным лично знакомый, с ребятами из команды. И все время переживал, видел, как она развивалась, как у них менялась техника, какие потребности. Фильм, кстати, мне не понравился. Говорят, что утвердили его сами игроки КамАЗ-мастера. А мне не понравилось. Там съемки, конечно, гонок вроде ничего. Но вот это унылое, значит, любит кто-то, кто-то не любит, какие-то интриги строит и все остальное. Ну, вот не такая, на самом деле, команда. Я их видел все время бодрые, полные оптимизма, желающие выигрывать, думающие только об играх и все это. И это тоже, конечно, игра. Это тоже, конечно, спорт. Но вот они там естественные. Естественные. А что же фильм Геймер? Я решил просто ознакомиться, чтобы понять, а чем же привлекательны сейчас игры компьютерные. Почему? Сейчас ведь чемпионаты игр компьютерных собирают народу гораздо больше, чем Олимпиада по количеству. И смотрят, и пытаются пробиться, и двигаются в этих играх. Огромные деньги платят сейчас игроки для того, чтобы иметь оборудование, там, иммуницию, там, танки покупают и все остальное. Вы не представляете, какой это уже бизнес. Но что я увидел в этом фильме, и что он мне, можно так сказать, напомнил. Аллах помнил очень интересную вещь. Помните, несколько лет назад в Ираке с вертолета расстреляли собрание людей внизу. Там были женщины, дети, журналисты даже были какие-то. Но абсолютно мирная толпа, которая ничего не замышляла и никуда не собиралась, прилетел в вертолет и расстрелял их. И там вызвало это такой международный немножечко скандал. И исследовали, почему же они стреляли. Так вот, я увидел, что в конце исследований пришли к выводу, что эти солдаты на вертолете приняли эту толпу как бы за компьютерную игру. То есть, они видели их в очках, у них тепловизоры какие-то, у них какая-то цифровая, значит, там вся эта. И для них стрелять по ним, это все равно, что играть в игре. Они не ощущали, что они живых людей убивают, и что этим живым людям там плохо. И я думаю, ну как так вот действительно не ощутить, что то, что ты делаешь живые люди у тебя там, и ты их как компьютерные персонажи убиваешь, до какой же степени нужно дойти, можно так сказать, само... Нет, иллюзорности своего существования. Ты живешь в иллюзорном цифровом мире, и не понимаешь, что вокруг тебя живые люди. Так у них получилось. Ну вот, вчера я посмотрел «Геймер» этот фильм, и, честно говоря, ужаснулся еще больше. Ведь, если мы хорошенечко подумаем, что нам дает фантастика, или подумаем, для чего снимаются некоторые фильмы, то мы должны прийти к выводу, что они все-таки иногда имеют реальные цели и реальные предназначения. Как окно вертона такие есть, такое понятие. То есть показывая будущее, которое должно быть, таким образом приучают нас к этому будущему. И если вчера было бы это совершенно недопустимо по моральным, по каким-то принципам и так далее, то привыкнув через фильмы, привыкнув через какие-то там публикации, картинки и так далее, мы потихонечку приходим к выводу, что это может быть, а почему бы этому не не быть. А потом говорят, когда это нужно, чтобы было, например, в военных целях, мы соглашаются с тем, что это может быть. Так что же такого жуткого в этом фильме? О фильме очень интересный сюжет. Там игрок, геймер, молодой, хороший, правильный парень, такой замечательный, играет в игру, в которой управляет реальным человеком. Там есть игровое пространство, то есть брошенные какие-то здания, брошенные какие-то территории, машины там специальные и все остальное. И вот, управляя живыми людьми, игроки играют в настоящие войны. То есть этот его игрок бегает, убивает, его пытается убивать, там разрывает этих людей на части. Ну, в общем, все, там настоящая живая война, и там настоящие живые люди, но ими управляют геймеры. И самое интересное, а как управляют? Оказывается, очень просто. Берут кровь, в нее внедряют нано-клетки, нано-чипы, и начинают управлять этим человеком через кровь. То есть один игрок думает, а тому передается, что он делает. И он еще и ощущает то, что с тем происходит. Через что? Вливаются вот эти клетки. Ну, вы уже доказались. Через вакцину, можно так сказать, через укол, через набор крови и опять посыл крови, через переливание крови. То есть то, с чем мы сейчас вот напрямую столкнулись, как противодействие мерам защиты от пандемии, в фильме абсолютно четко показано, как реальность. Реальность, в которой один человек управляет другим человеком, потому что тому человеку нано-частицы, нано-клетки искусственной крови влили. Но в конечном итоге мы что видим? А мы видим, что вот этому геймеру в иллюзорном этом мире и даже не осознать и не понять, как плохо тому человеку. То есть пока ему кто-то не открывает глаза, что там на самом деле творится, как там трупы валяются настоящие, как там разрывают эти трупы этих людей и все остальное, ему даже не вдомек, что он играет в игру, что он играет живыми людьми, живыми человеками, как говорится, и что тому человеку больно, страшно, поскольку до него все чувства, которые полагаются, не доходят, не доходят. И только осознав, что его используют в игре в своих целях кто-то таким страшным методом, утки уже плывут к тому, кто пришел на берег, потому что их здесь подкармливают. Так четыре и плавают, мамы у них нет. Тоже кто-то играет в игрушку. Вот представляете, вчера стрелял шесть раз. Якобы вчера охота открылась. А стрелял вот прямо здесь, вот здесь по речке. То есть это та же самая черта города, это те же самые утки, которые теперь туда перелетают. А он стреляет. А почему? А потому что, похоже, ему в реальности, без стрельбы и без некой такой опасности, игровой такой опасности, где я стреляю, кто-то за мной гоняется, кто-то, значит, меня не любит, с живых уток, ему уже не прожить. Ему уже не прожить. И ему уже не больно. Не только за этих уток не больно, что они гивнут. Он охотник, подумаешь, они для того здесь существуют. Ведь сейчас охотятся не для еды. Выстрел дороже этой утки. И поэтому не для еды. Для чего? Для удовлетворения себя вот в этой игровой страсти, иллюзорной страсти. И наплевать на всех остальных. То, что детям нравится этих уточек кормить. То, что они очищают озеро от травы и от того, что поверху плавает. Ему всё равно. Ему всё равно. Почему? Потому что он попал в жизнь иллюзорного мира. Где вот такими способами Авертона ему в конечном итоге внушили, что он герой, он с ружьём, и он может делать всё, что хочешь. И, к сожалению, вот эти дети, которые, нам кажется, сидят просто так в компьютере, играют в какие-то игрушечки и не бегают по двору, забыли, как играть в лапту, в чижа, в попагоняло, ещё что там, ловишки, прятки. И много игр с мячами и скакалками, они сидят, играют в компьютер. А на самом деле они играют не в компьютер. Они в компьютере убивают, взрывают, отрывают головы, гоняют мертвецов, давят людей танками и всё такое. то есть они не просто там сидят и играют в каких-то покемонов. Они там реально занимаются убийством и за мной плывут. Ждут, что я чего-то брошу. Они привыкли людям доверять. Их кто-то таким это. и вот это всё на самом деле не так-то уж и просто. И самое-то непонятное, как потом из этого иллюзорного мира этих детей вытащить. А самое главное непонятно, а кто их использует в этом иллюзорном мире. Каким образом их вот это желание и страсть победить будет использовано человеком, который хочет на этом что-то получить. Где-то заработать, где-то славу свою поиметь и всё остальное. Вот смотрите, там выбросили ролик, как Винер ругает девочку из гимнастики, из команды по гимнастике за то, что выступала недостаточно уверенно. Ты что дрожишь? Что она этой девочке? Говно! Да нахер она нам нужна? Ты полное говно! Говорит ей Винер и девочка стоит и дрожит перед ней. Почему такое унижение? Где родители, которые думают об этой девочке? Теперь, конечно, она олимпийская чемпионка или медалистка. И они теперь думают, что они все для нее сделали, чтобы ей жизнь удалась. А у скольких не удалась? Сколько прошли все вот эти унижения, вот эти издевательства, а это высшего уровня тренер. Представляете, что делается на региональных уровнях, как их гоняют, и как они вырвутся в реальной жизни? Как они придут в эту жизнь? Как они будут осознавать эту жизнь, в которой нужно прожить вот без этого? Прожить естественным чувствами, естественном поведении. И мы, кажется, с вами увидим впереди очень серьезные проблемы. Да сейчас уже видим. Сейчас уже заходишь в метро или в автобус видишь, как старики стоят, беременные стоят, а молодежь сидит, уткнулась в игру, и ей все равно. В мое время, я не знаю, я жил в Москве, там это, я жил в Москве, я, по-моему, никогда не сидел в метро. просто неприлично было в моем возрасте сесть в метро, когда здесь стоят другие какие-то люди старше тебя. Сейчас нет, сейчас это запросто. И поэтому мы, похоже, что сейчас столкнемся с виртуальной реальностью нового мира, где все реальное им будет казаться как игровое, и это можно использовать, и этих людей можно использовать, как игровых субъектов, как участников некой игры, где ты его лишаешь жизни, или сам лишаешься жизни. Некоторые говорят, что вот эти детские самоубийства в большой степени развелись, потому что они не сознают, что жизнь кончится. Они думают, что я один раз прыгнул, а потом опять у тебя жизнь пошла. И это проблема. Но для меня это еще и проблема, а почему этот фильм на центральном канале телевидения? Почему в тот момент, когда общество все напряжено и бурлит с этими чипами, с этими управлениями через кровь и все остальное, ставят на центральный канал телевидения такой фильм? Зачем на соседних каналах призывают вакцинируйтесь, а на спортивном канале смотрите, как вас чипируют, смотрите, как вами будут управлять. И, кстати, как бы получается и в хороших целях в конечном итоге. Все там победителями становятся, все там достигли того, что нужно, хотя все в этом участвовали. Вот такое уж простите у меня болезненное настроение на то, что я вижу. И вот вызвал такое чувство. Ну, а вас верну в реальность естественно и дать вам понаблюдать за уточками, которые вот так спокойно у нас тут чистятся. а самое интересное что они не боятся меня хотя я и с палкой. Дайте я попробую приблизить к ним эту палку. нет, совсем не бояться. Да, человек становится страшным. Все страшнее и страшнее становится сам человек. Здоровья вам, радости, ну, и побольше общения с натуральным миром. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok